Манит Бюре представляет Сегодня я буду готовить блюдо, которое мы любим всей семьей. Я думаю, что для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, это находка. По крайней мере, для меня это точно находка, потому что готовиться это очень просто, съедается быстро и можно есть как горячим, так и холодным. Это запеченная индейка. Для такого блюда я всегда использую только филе индейки. Я покупаю именно филе, то есть это большой, такой вот целиковый шмат мяса. Для этого мне понадобится филе индейки, в моем случае примерно полтора килограмма, но кусок может быть обычно килограммовый. Тимьян, соль, перец, чеснок, нитка для закручивания мяса и оливковое масло. Начну с того, что сполосну оба куска индейки. Я заранее приготовила бумажные полотенца, на которые буду класть мокрое мясо. Обычной холодной проточной водой убираю лишнюю влагу бумажным полотенцем. Лучше это делать специальным бумажным полотенцем, кухонным, не салфетками, потому что салфетки прилипают к мясу и потом замучаешься просто отдирать эти маленькие кусочки бумаги. Приготовление этой индейки чем-то похоже на приготовление буженины. Большой плюс в том, что продукт получается совершенно обезжиренный. Так, я чищу чеснок. Сейчас уже летний сезон, появился молодой чеснок. Его, конечно, не так легко чистить, как сухой, но зато и аромат просто в 10 раз сильнее. Я думаю, что на эти два куска мне понадобится где-то 6 крупных зубчиков чеснока. Это чеснок. Разрезаю каждую чесночину в совершенно произвольном порядке, главное, чтобы их удобно было втыкать в мясо. Начну с того, что сделаю кармашки для чеснока. Каждый кусочек я буду заготавливать по отдельности, чтобы куски сами все получились поменьше. Таким образом я сокращу время приготовления. Делаю небольшие надрезы, кармашки острым ножом и впихываю туда кусочки чеснока. Следующая процедура – это добавить аромата. Ты можешь использовать любую зелень на свой вкус. Одна из моих любимых приправ свежих – это тимьян. Учти, что когда ты добавляешь свежую траву, любую, ее нужно класть больше, чем сушеный. Сушеный любой специи, аромат и вкус более концентрированный. Теперь нужно посолить. Я использую морскую крупную соль. Так ее лучше видно и проще контролировать количество. Здесь лучше не досолить, чем пересолить. Последняя специя – это черный перец. Естественно, лучше добавлять свежемолотый. Теперь я это дело скручиваю в некое подобие рулета, чтобы все запахи оказались внутри мяса и оно получилось более сочно. Стараюсь делать это как можно плотнее. Чтобы сохранить его в такой вот форме, мне понадобится нить. Это специальная кулинарная нить. По сути, обычный некрашенный хлопок. Если у тебя есть просто хлопковая бесцветная нитка, ты можешь использовать ее. Очень плотно стараюсь связать свой рулет. Теперь я сделаю кое-что, совершенно необязательно этого можно не делать. Это называется запечатывание мяса, когда сначала его обжариваешь на очень сильном огне, то есть создаешь корочку. И тогда при приготовлении в духовке больше сока остается внутри. Для этого я раскаляю сковороду на максимальной температуре и жду, когда она очень сильно нагреется. Наливаю буквально 2 столовые ложки оливкового масла и погружаю сюда оба куска индейки. В форму для запекания рулетов я налила где-то полторы столовые ложки оливкового масла. Со всех сторон практически равномерно все это у меня обжарилось. Получились такие симпатичные колбаски, которые я аккуратно кладу в форму. Я могу еще чуть-чуть посолить, потому что часть масла осталась в сковородке. И еще немного поперчу. Так еще больше будет похоже по вкусу на муженину. И мне всегда нравится украсить это немного веточками тимьяна. Смотрится здорово. В духовке, конечно, они потемнеют, но дадут аромат в квартире. Когда все это будет запекаться, запах будет стоять просто фантастический. Ставлю режим конвекции. Обычно на любой духовке это обозначение вентилятора. Таким образом температура будет обволакивать мясо, и оно более равномерно пропечется. И выставляю, я думаю, что где-то 150-140-150 градусов. Если есть конвекция, если просто ты ставишь вверх-вниз, то лучше поставить 160-170. Я ставлю конвекцию 150 и оставляю его на час-час двадцать-полтора. Все зависит от того, насколько большие у тебя куски мяса. Пока индейка запекается, я приготовлю к ней ягодный соус. Такой соус можно приготовить из любых ягод. Можно из смеси ягод, из каких-то одних. Лучше всего использовать ягоды с кислинкой или даже с горчинкой. Я люблю к птице использовать брусничный соус или клюквенный. Сегодня я попробую смешать клюкву и бруснику. Сначала возьму ягоды. В оригинальном рецепте на большую порцию соуса уходит 300 граммов ягод любых. У меня будет чуть больше ягод. У меня примерно 170-180 граммов клюквы и где-то 150 граммов брусники. Сначала высыпаю ягоды в ковшик или маленькую кастрюльку. Туда же отправляю клюкву. На такое количество ягод в классическом рецепте добавляется 500 мл воды. Можно питьевой, можно просто фильтрованной. Так, чтобы она стала видна через ягоды, но их не покрыла. Мне нравится, когда соус получается более густой и насыщенный. Помимо ягод и воды, мне понадобится погружной блендер, чтобы превратить все это в однородную практически массу. Немного сахара, крахмал и, насколько я помню, вино. Мне нужно дождаться, когда ягоды закипят. Тогда я смогу первым делом добавить туда сахар. Пока все это дело готовится закипеть, я разведу немного крахмала. Крахмал нужен, чтобы придать соусу желаемую густоту. Я вот честно руководствуюсь в этом деле чистой интуицией. Я разведу примерно чайную ложку с горкой крахмала, но это не значит, что я обязательно все туда вылью. То есть я буду смотреть на то, что у меня получится, насколько густой будет сама по себе консистенция. Развожу крахмал обычной, питьевой, холодной водой. Он имеет такую тенденцию оседать, но уже в разведенном состоянии, его потом будет легче просто по раз поболтать ложкой и влить в нужный момент. Уже не будет такой необходимости долго перемешивать. Ягоды начинают закипать, уже пошел дымок. Осталось подождать буквально, мне кажется, несколько секунд, и можно добавлять сахар. Опять же, на глаз, в зависимости от количества ягод, насыпаю несколько чайных ложек. У меня даже не совсем чайная, это скорее десертная ложка. Я думаю, что на такое количество я насыплю, ну, наверное, 4, максимум 5 ложек сахара. Все, я думаю, что я уже могу добавить, уже практически кипит. Я дожидаюсь буквально полминутки, пока растворится в кипятке сахар. Не нужно долго кипятить. Все-таки те ягоды, которые я использую, клюкву и брусник, это одни из самых богатых витамином С и вообще полезными кислотами ягод, поэтому мне не хочется совершенно убивать все, что в них есть, оставить хоть капельку пользы в этом соусе. Поэтому кипятить я это дело не буду. Сейчас дождусь буквально булька. Все, булькнуло. Выключаю и снимаю с огня. Я люблю, чтобы оставались кусочки ягод, чтобы было понятно, что это действительно что-то вкусное и рукотворное. Я поставила обратно на огонь. Мне нужно дождаться, чтобы это снова булькнуло. И после первого булька я добавлю немного красного сухого вина. Вино любое, когда ты добавляешь его в еду, должно быть таким, которое ты, в принципе, можешь выпить. То есть это не должно быть какой-то редкостной кислятиной или гадостью, потому что это все-таки тоже портит вкус еды. Так, у меня начало булькать. Я выключаю огонь. Здесь примерно 50 или 60 мл. Но я сейчас посмотрю, может быть, я не все вывью. Начну вот с такого количества. Хотя, ты знаешь, вином соус не испортишь. Если бы мы не добавили вино, это было бы, по сути, просто джем. Все, в эту горячую массу я ее уже не кипячу. Я просто держу на горячей плите. Я добавляю крахмал. Здесь нужно очень аккуратно, потому что в горячем виде продукт всегда более жидкий, чем в виде остывшем. Сразу весь не выливай. Вылий немного, помешай. Посмотри, что получается. У меня пока получается, на мой взгляд, жидко. Поэтому я выливаю весь. О, я прям чувствую, как густее. Главное, не кипяти, иначе это все может превратиться в комочки. Пахнет просто фантастически. Если у тебя к этому моменту уже готово сервированное блюдо, нарезанные кусочки мяса, ты можешь прямо из этого сотейника полить мясо соусом. Но если ты хочешь налить это в отдельный соусник, то я советую все-таки остудить, потому что в процессе остывания этот соус склонен покрываться такой крахмальной пленкой. И это будет не очень аппетитно выглядеть в соуснике. Поэтому я ставлю остужать, и как только будет мясо готово, я налью это в форму для подачи. Соймусь гарниром для индейки. Прелесть этого блюда в том, что гарнир может быть абсолютно любой. Сегодня я сделаю немного запеченного картофеля. Мою любимую капусту брокколи. Насколько я знаю, это одна из самых полезных капуст и существующих. И небольшой цукини. Все овощи я заранее уже помыла, обсушила. Видишь, картошка у меня маленькая, поэтому я думаю, что ее можно даже не резать, она приготовится довольно быстро. Поэтому я просто бросаю ее в миску. Туда же я отправлю брокколи, но я думаю, что вот эти большие я разрежу пополам. И последним я туда же порежу цукини. Это тоже можно сделать абсолютно в любом виде. Я сделаю это так. Теперь мне нужно все это немного посолить и поперчить. И полью все это дело, опять же, очень небольшим количеством оливкового масла. Делаю это лишь для того, чтобы они не сушились в духовке, а все-таки запекались. Когда ты кладешь разные овощи в духовку, обязательно помни, что все они готовятся разное время. К примеру, вот такой картофель небольшой, ему потребуется 25-30 минут при невысокой температуре, как у нас с тобой сейчас. Это где-то 160 градусов. В то время как брокколи или цукини приготовятся буквально за 10 минут. Поэтому сначала я закину к уже готовящейся индейке картошку. И уже значительно позже, где-то через 15 минут, я положу туда остальные овощи. У меня осталось индейке печься примерно полчаса. Поэтому сейчас я уже могу закинуть туда картошку. И на этом этапе я повышу температуру где-то до 170 градусов. Таким образом, картошка и индейка должны приготовиться еще где-то за 25 минут. Значит, мне нужно засечь время и еще через 10-12 минут закинуть оставшиеся овощи. Закидываешь в совершенно произвольном порядке. Смотрится это все очень аппетитно. Мне кажется, в таком виде даже человека, который не ест овощи, в частности ребенка, можно уговорить хотя бы попробовать. Индейка пребывала в духовке полтора часа. Вместе с ней картофель примерно полчаса. И минут 10-15 остальные овощи. Я думаю, что можно доставать. Судя по тому, как все зарумянилось, все готово. Обычно я подаю это в этом блюде. Единственное, что нужно сделать, это снять все веревочки. Соусы у меня из 300 граммов ягод получилось довольно много. Я наполнила соусницу. Очень нравится к такому сочетанию еды подавать что-нибудь соленое. Обычно это либо соленые огурцы или оливки. Попробуешь? Выглядит очень вкусно. Соус получился с горченкой за счет того, что сами по себе ягоды такие. Брусника и клюкву, они все-таки горьковаты. Именно это делает это варенье соусом, а не вареньем. Пробуйте, не забывайте комментировать. Нам очень интересно, что у вас получилось. Увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok